Я бы театр имени Айни переименовал на имя Маляки Сабирова, потому что Маляка Сабирова, когда стал артистом балета театра, театр резко стал расцветать, и больше заслуживает, что театр стал бы ее именем. Она имела большой вес в кругу артистов балета. Она действовала, хорошо действовала на окружающих артистов балета, на кордобалет действовала, потому что когда Маляка танцует, кордобалет чувствовал большую ответственность, потом очень внимательно танцевали. В жизни они не приспособлены, у них нет времени ухаживать за собой, или в базар ходить, или в магазин ходить, потому кто-то должен всегда за ней ухаживать. Я, как говорил, его мать всегда за ней ухаживала. Она была очень необщительная, очень малоразговорчивая, очень труднодоступная. По-видимому, ленинградская культура на нее подействовала. Чувствовала себя простывшим, кашляла. Врачи сказали воспаление легких, и лекарства давали от воспаления легких. Потом ей ставили диагноз туберкулеза. Я помню, мне рассказывали, что даже из Америки лекарства, уколы привезли в туберкулеза. А потом выяснилось, что все эти лекарства, наоборот, хуже подействия на нее. Оказывается, у нее был рак.